Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Хотелось бы поговорить о стратегическом поражении, которого так хотят на Западе. И сегодня Запад — это как будто дети, которые играют со спичками. И хочет ли Россия, в свою очередь, эскалации? Нет, мы не хотим никакой эскалации. Вы абсолютно правы, они играют. И такое впечатление, что у них действительно менталитет ребенка. Хотя эти взрослые люди, и дядя, и тетя, они занимают ответственные позиции. Министры, премьер-министры, канцлеры, президенты и так далее. Уже несколько месяцев, наверное, идет такая дискуссия о том, что вот России только угрожает, говорит про красные линии, а Запад каждый раз эти красные линии пересекает, и ничего не происходит. Я думаю, что президент Путин, недавно выступая в Петербурге, комментировал эту ситуацию, особенно в контексте всяких инициатив о том, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты, американские, французские, британские, и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России. И, по крайней мере, в Вашингтоне есть некоторые разумные люди, которые это понимают. И сейчас НАТО ведет войну против России, но это гибридная война руками украинцев. А если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что их использовать сами украинцы не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, на полетные задания. Все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит. Но, говоря о том, о чем Вы спросили, относительно стратегического поражения на поле боя, я не хочу цитировать конкретно некоторых западных политиков, но и в Соединенных Штатах, и в Европе есть люди, которые историю учили и хорошо ее запомнили. Нас пытались стратегически поразить и Наполеон, и Гитлер. Кстати, и тот, и другой собрали под свои знамена больше, чем половину европейских стран, которые покорно подчинились, были захвачены и передали своих военных, свои армии под командование и Бонапарта, и Адольфа Шитль-Грубера. И все они закончили очень плачевно. И те, кто, повторяю, кто считает и знает историю, они прекрасно это понимают. Сейчас, кстати сказать, точно так же, как во время Второй мировой войны, вся коалиция под американцами, их около 50 стран, воюет против нас руками украинского режима, который, как и режим Гитлера, является откровенно нацистским. И в таких ситуациях никто не должен забывать о характере русского народа. И этот характер сейчас мы наблюдаем на передовой. Все попытки раскачать наше общество всегда приводят к обратному результату. У нас общество сейчас сплоченнее, чем когда бы то ни было. И мы просто не видим никакой другой возможности, кроме как нанести поражение нацистам, в очередной раз покусившихся на нашу историю, на нашу землю, на наш язык.